МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саляму алейкум, здравствуйте! В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашем выпуске. Подозревается причастности к незаконным формированиям Украины. ФСБ Крыма задержало 22-летнего жителя Кировского района. В столетие со дня рождения дважды Героя Советского Союза Аминхана Султана. Совет при главе республики обратится к руководству России и Крыма с предложением создать оргкомитет по подготовке торжественных мероприятий. Полтонна алкоголя в судаке сотрудники полиции обнаружили и изъяли фальсифицированные напитки. Симферополь преобразился. На площади Куйбышева высадили 900 кустов хризантем. ФСБ в Крыму задержало жителя Кировского района. Он подозревается в причастности к незаконным формированиям Украины. По данным пресс-службы, 22-летний мужчина прошел специальную военную подготовку. Затем в период с 2016 по 2018 годы входит в состав батальона имени Номана Черебежихана и общественного формирования Аскер. Кроме этого, он подозревается в участии организации так называемой экономической блокады полуострова. Следственным отделом у ФСБ России по республике Крым возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Киевский районный суд к Симферополе уже избрал меру пресечения. Подозреваемый заключен по сражу сроком на два месяца. Украина не вернула паспорта членам экипажа Норта. При пресечении границы украинская сторона у моряков даже не поинтересовалась их гражданством. Об этом рассказал матрос Сейнера Павел Чмыхалов. Он отметил, что не знает, где сейчас их документы. В настоящее время у каждого члена экипажа есть только загранпаспорт. Их матросам вернули через суд, поскольку было доказано, что документы были изъяты неправомерно. А сами загранпаспорта получены были легитимно и по всем правилам. Напомню, что 30 октября вечером моряки Сейнера Норд вернулись в Крым. Их обменяли на украинских браконьеров судна ЯМК-0041, которые занимались незаконной ловлей рыбы. Совет Крымских татар при главе Республики Крым планирует обратиться к руководству России Сергею Аксенову с предложением создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных столетию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Аминхана Султана. Мероприятие состоялось на Крымско-татарском музее. В совещании принимали участие более 20 человек – представители власти, общественности, военные, лётчики, сотрудники школ, театра и СМИ. Об этом подробнее далее в сюжете. Имя Аминхана Султана к нему абсолютно как к человеку, к его имени, не равнодушен ни один крымчанин. На днях Республика широко отметила 98-му годовщину со дня рождения легендарного лётчика Аминхана Султана. Не успели отгреметь фанфары, а общественники собрались снова, чтобы готовиться к 100-летнему юбилею Героя. Ведь имя Аминхан Султана – символ Крыма, символ патриотизма крымских татар. Первый вопрос – основное создание организационного комитета по празднованию столетия Аминхана Султана. Это ключевой вопрос. Все поддержали. Сейчас будет совет представителей Крымского государства народа, при главе республики, будет работать в персональном составе. Кто войдёт в состав оргкомитета? Совет при главе республики Крым будет работать над тем вопросом, кто войдёт в состав оргкомитета. Оргкомитет внесёт свои предложения общественности для того, чтобы на высоком уровне собирать программы юбилейных торжеств. Крым – ворота России в космос. Этот путь проложил дважды герой Советского Союза, наш земляк Аминхан Султан. Увековечить память героев Крымской столицы – наша благодарность герою, убеждены участники собрания. Они предлагают к юбилею лётчика открыть памятники, выпустить памятные монеты и учредить республиканскую медаль. Одна из инициатив создания памятного комплекса имени Аминхана Султана. Именно на площади Аминхана Султана было предложение архитекторов в 2017 году. Но я думаю, мы объявим всекрымский конкурс молодых архитекторов, любых архитекторов, чтобы они давали свои предложения. Это одно из предложений тоже имеет право быть. Это хорошее предложение, но будет потом рассматриваться. То есть нужно увековечить память именно в граните. Крымско-татарский театр будет принимать активное участие в подготовке юбилея Аминхана Султана и представить свой творческий подарок. Сегодня театр получил пьесу, которая уже была поставлена в Дагестанском театре. Пьеса называется «Ахтунг-Ахтунг» и написали ее крымские драматурги Светлана Челка и Горольд Бадыкин. Я, будучи режиссером, воспринял это как материал для будущей постановки, то есть точкой оттолкновения. О чем будет спектакль, мы еще подумаем. Праздничные мероприятия пройдут во всех городах и поселках Крыма. Особенно торжественный юбилей отметят в местах, связанных с историей Аминхана Султана. Так, в поселке Октябрьское Красногвардейского района общественность хочет установить бюст герою. Первая идея, и она будет осуществлена, это сооружение в поселке Октябрьское, бюк-он-Лари, стелы в честь столетия Аминхана Султана в парке Победа у существующего монумента ракета КС-1 «Комета», которую испытывал Аминхан Султан. Особое внимание уделили вопросу присвоения имени героя Симферопольскому аэропорту. Общественники выступили с предложением внести имя Аминхан Султана в список кандидатур для наименования Симферопольской авиагавани. В мире не может быть аэропортов с одинаковым названием, однако, как показывает практика, с законодательной точки зрения в России, а именно Оренбургский и Саратовский аэропорт, носят имя Юрия Гагарина. Мы хотим обратиться к Владимиру Путину с предложением присвоения международному аэропорту Симферополь имени Аминхана Султана. Социальные сети показали, что эта идея объединила не только представителей крымско-татарского народа, но и всех крымчан. И только исключительные псевдолидеры, члены запрещенной организации в России Меджлис, напуганные консолидацией крымского общества, вокруг инициативы дать имя героя Симферопольскому аэропорту, сеют рознь и выступают от имени народа, поддержку которого они давно потеряли. Они начинают выбрасывать на своих страницах определенные вещи для того, чтобы разделить народ о том, что необходимо, не надо голосовать, потому что никто его не даст это имя присвоить, и таким образом пытаются разделить. Это я конкретизирую про членов Меджлиса. Непосредственно, как Заирс Медляева, Нариман Джалела, который находится здесь, который получает команду извне. Они вообще не предлагают взамен ничего не называть аэропорт, говорят, что когда это все вернется, этот аэропорт вообще не нужен будет никому, что этот аэропорт не является международной системой, что в Крым никто не летает, только один рейс в Москву. Несмотря на это, каждый житель полуострова сделает все возможное, чтобы в 2020 году отметить достойно юбилей Амедхан Султана. Мероприятия пройдут на высочайшем уровне. Организаторы стремятся провести праздник на федеральном уровне, достойным приезда самых высоких гостей. Это будет благодарность Крыма за бессмертный подвиг небесного аса. Сабрия Алимова, Аким Бекиров, Телеканал Миллет. Список граждан Украины, в отношении которых будут применены санкции, появился сегодня на сайте правительства России. Лица, чьи фамилии попали в перечень, не смогут пользоваться денежными средствами, которые находятся на счетах в Банках России. Кроме этого, заморожены акции и установлен запрет на распоряжение имуществом. Список попали фамилии 322 человек, а также 68 компаний и фирм. В перечне фигурируют и хорошо известные крымчанам фамилии. Например, бывшие лидеры запрещенного в России Меджриса, депутаты Верховной Рады Украины Мустафа Аджемилев и Рифа Чубаров, и бывшие крымские политики Сергей Куницын и Андрей Сенченко. Напомним, президент России Владимир Путин пописал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины 22 октября. 400 литра вина, 100 литров самогона, ароматизаторы, вкусовые добавки, красители, а также спиртометр и оборудование для изготовления алкоголя. Все это обнаружили сотрудники полиции в Судаке. Находку выявили во дворе 30-летнего жителя поселка Дачное. Изготовлением горячительных напитков он занимался совместно с 24-летней жительницей Волгограда. Причем алкоголь готовился в антисанитарных условиях. Позже выяснилось, что так называемые виноделы еще и продавали напитки через розничную сеть. В торговой точке в центре Судака сотрудники полиции изъяли 30 литров фальсифицированного алкоголя. В отношении подозреваемых Белогорским межрайонным следственным отделом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А, части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией этой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Сегодня состоялся финал Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Проект реализовался в рамках федеральной программы «Ты предприниматель». В этом году конкурс проходил в 8 номинациях, в каждой из них участвовало минимум 3 кандидата. Конкурсанты в течение трех минут презентовали свои бизнес-проекты. Оценивание проводилось по основным финансовым показателям, по количеству рабочих мест, управленческим, компетенциям и способностям, социальной значимости и возможности масштабирования. Победитель регионального этапа будет бороться за звание лучшего на федеральном уровне в Москве. Мы в этом году запустили такую уникальную фишку. Каждый победитель номинации у нас получает право использовать товарный знак вот этих атлантов и номинование «Лучший молодой предприниматель Республики Крым» в течение всего года. И таким образом, ставя на свой товар, либо на свои услуги где-нибудь вот этот знак «Лучший молодой предприниматель», это будет клиент-ориентированность и инвесторы уже будут понимать, что уже он прошел какой-то конкурс и уже в течение года он будет об этом себе рекламировать. По словам участников, такие конкурсы – хорошая возможность заявить о своем бизнесе, обзавестись новыми контактами и обогатить свой управленческий опыт. «Два года назад я выступал на данном же мероприятии, но тогда у меня было ИП зарегистрировано всего месяц, и я не мог ничего показать. Сейчас у меня есть работы, сейчас у меня есть довольные клиенты, отзывы. Есть федеральные объекты, которые мы закрывали, это не Афальский, где мы изготовили большую смотровую площадку, которая способна одновременно поместить 50 человек. То есть такими проектами я горжусь и в дальнейшем буду развиваться в этом направлении». Хризантемы и розы теперь украшают площадь Куйбышева. Накануне работники зеленхоза МБУ «Город» высадили 900 кустов хризантем и 20 кустов роз. Растения являются многолетними, их цветение будет радовать гостей и жителей столицы на протяжении долгого периода. Все они бордового и оранжевого оттенков, что создаст гармоничный пейзаж. Но это еще не все осеннее озеленение. В течение недели планируется высадить 60 кустов можжевельника и 300 кустов хризантем по проспекту Победы. «За этот месяц, с 1 октября, мы высадили юку по кольцам, то есть на треугольнике Кима, вдоль проспекта Победы, на Советской площади. До первых морозов они будут цвести, после морозов, это многолетники, которые на следующий год будут опять распускаться». Танцы народов Крыма, красочные костюмы, национальные песни – все это на сцене 42-й школы в Симферополе. Сотрудники отдела по межнациональным отношениям администрации Симферополя совместно с руководством учебного заведения подготовили торжественный концерт ко Дню Народного Единства. Идея Верешаева окунулась в атмосферу праздника. Национальные танцы, песни и плакаты с патриотичными лозунгами. В 42-й школе имени Шрефа Шамизаде уже начались праздничные мероприятия и повод этому День Народного Единства. На сцене создают настроение творческие коллективы. «Прекрасный праздник, праздник дружбы, праздник единения. Мы надеемся, что такой фестиваль будет не последний, и традиция эта будет продолжаться. И мы со своей стороны, со стороны администрации города Симферополя будем всячески только содействовать и поддерживать». Для крымчан 4 ноября – особенный праздник, ведь этот день символизирует объединение многонациональной России. День Единства служит напоминанием, что вместе мы сильны, а значит непобедимы. Это отметили представители всех национальностей полуострова. «Чем чаще мы встречаемся, тем мы лучше познаем культуру другого народа, их язык, их религию, их обычаи, традиции. И это переплетается со всеми народами Крыма, потому что мы все друг друга понимаем». «У нас в Крыму очень много национальностей, и все они едины». «Мне понравилось, что сегодня, именно даже в концерте, мы увидели единение народов, населяющих Крым. Вы посмотрели танцы болгар, азербайджан, греков, крымских татар, казанских татар. Было просто здорово». В холле расположилась выставка национальной символики, керамические изделия, вышитый фес, украшения из бисера. Все это делали дети своими руками. Директор школы отметила, что празднование Дня Единства станет доброй традицией. «Было очень здорово, что сегодня учащиеся нашей школы прикоснулись к культуре вот этих народов». Организаторы уверены, с каждым годом мероприятие будет масштабнее. В этом заинтересованы представители всего многонационального полуострова. Идея Велешаева, Алишер Алимов, телеканал «Милет». «Такой молодой в нашей стране вид спорта и эстетическая гимнастика с каждым годом становится все более популярным. А наша сборная занимает призовые места на мировых чемпионатах и является одной из сильнейших. Две недели гимнастки готовились к чемпионату, который должен состояться во Франции. О тренировках юных граций расскажет наш корреспондент Мухаммед Зикаряев. Скорость, темп, высокие прыжки и, конечно же, характер. Именно эти качества помогают сборной России победить своих соперников на международных соревнованиях. Точность в исполнении всех элементов, безупречная гармония и синхронность. Вот что отличает нашу сборную по эстетической гимнастике от других команд мира. Каждая соревновательная программа в этом виде спорта – маленький спектакль, соединяющий в себе спорт и современную хореографию. Российская сборная является лидером мирового рейтинга в этом виде спорта. Команда «Виктория» и «Виктория Стрела» – это команда с индивидуальной техникой, со своими определенными характеристиками. Ну, каждый тренер, наверное, придумает что-то индивидуальное для своей команды, чтобы быть чем-то, отделяться. Потому что, когда смотришь соревнования, ты сразу видишь, отличаешь, кто лидер. На протяжении двух недель гимнастки тренировались в Федеральном спортивном центре «Крымский». Подготовка к этапу Кубка мира, который пройдет во Франции – ответственный шаг. У нас в Крыму сборная тренируется не впервые. В прошлом году они здесь же готовились к первенству мира, на котором показали отличные результаты. Арина Маслова этим зрелищным видом спорта занимается уже на протяжении девяти лет. За это время объехала почти весь мир. Девушка планирует посвятить гимнастике всю свою жизнь. Человеку, который занимается эстетической гимнастикой, должна быть выносливость, трудолюбие и осознание того, что ты делаешь. Эстетическая гимнастика – вид спорта, в котором под музыку выполняют различные гимнастические упражнения. 14-летняя Настя Зарожевская из Севастополя совсем недавно вступила в сборную России. Я очень любила этот вид спорта. Каждый день, приходя на тренировку, мне доставляло удовольствие, что я совершенствуюсь. Дисциплина, естественно, присутствует. Каждое выступление и каждый номер – это огромный труд целой команды. Именно целеустремленность и характер помогают девушкам победить и стать лидерами эстетической гимнастики во всем мире. Мухаммед Зекиряев и Рамазан Аливапов. Телеканал «Милет». В Крыму начинаются отборочные туры по национальной борьбе «Куреш». Первый состоится 4 ноября в 14.00 в микрорайоне Каменка, города Симферополь, в новом спортивном зале, который расположен на улице Осии Аметовой. Справки по телефону плюс семь девять семь восемь восемь семь сот восемьдесят один семь три ноль семь тренер Ахмад Булат. А мы напоминаем, финал чемпионата пройдет 25 ноября в спортивном зале медицинской академии. Принять участие могут все желающие, но с одним условием. У спортсмена должна быть крымская прописка, полученная до 1 октября 2017 года. Победителей ждут четыре автомобиля, а также денежные призы. Чемпионат, который в этом году назван именем олимпийского чемпиона Рустема Казакова, проводится при поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова и по инициативе депутата Госдумы Руслана Бальбека. В Крыму определили победителя акции «С карты мир!» каждый месяц счастливый. Обладателем сюрприза автомобиля «Шкода Рапи» стала жительница города Джанкой Жанна Минаева. Как оказалось, в победе Крымчанке помогла покупка продуктов питания в магазине «Пуд». Подробности далее в сюжете. Волнительный момент и новенький автомобиль «Шкода Рапид» предстал во всей своей красе. Его обладательница и поверить не могла, что может выиграть такой приз. К победе привела оплата собственной покупки в сети продуктовых магазинов на сумму 315 рублей карты платежной системы «Мир». Я очень рада, что я выиграла автомобиль, участвуя в такой шикарной акции, которая предоставляет такие возможности. То есть в один момент можно получить автомобиль и очень это все волнительно. Эмоции переполняют, чувство радости, чувство волнения. Огромное спасибо организаторам акции за такую предоставленную возможность порадоваться, за неожиданный подарок. Очень приятно. В акции автоматически принимали участие все держатели карт «Мир РНКБ», которые оплачивали покупки от 300 рублей картами «Мир» в период с 1 июля по 30 сентября 2018 года. По статистике, владельцы таких карт совершают 120 платежей каждую минуту, а количество активных пользователей увеличилось в течение года на 45%. Акции мы проводим часто и у нас есть постоянная программа лояльности «Ваш бонус». В данном случае мы проводили совместную акцию с национальной системой платежных карт, с картой «Мир» каждый месяц счастливой. Акция проводилась с 1 июля по 30 сентября. На протяжении акции определены 74 победителя, которые получили различные подарки. Это и семейные поездки, фотокамеры, фотоаппараты, сертификат на оплату в интернет-магазине. Ключи от нового автомобиля победителю вручили в автосалоне «Шкода» в Симферополе. Жанна рассказывает, что давно оплачивает покупки только через терминалы. Это удобно, безопасно, не нужно носить наличные в кармане. Но когда карта еще и дарит такие ценные призы, то представить свою дальнейшую жизнь без нее просто невозможно. Все магазины «Пут» оснащены терминалами по безналичной системе оплаты. Мы видим ежемесячный рост процента пользования картами безналичной оплаты, в том числе карты «Мир». Совершая покупки, в том числе в магазинах компании «Пут», покупатель получает удобство в совершении покупки. Тем самым мы повышаем качество обслуживания покупателей в нашей сети. Я поздравляю Жанну с победой. Вдвойне приятнее, что победитель является постоянным покупателем нашей сети. И мы приветствуем проведение данной акции и активно участвуем в ней. У Жанны Минаевой победительницы акции с картой «Мир» каждый месяц счастливой водительского удостоверения пока нет. Тем не менее, обладательница новенького автомобиля не смогла удержаться перед искушением прокатиться. Она преодолевает свою первую в жизни, хоть и короткую дистанцию, за рулем своего авто, не выпуская из рук любимую и надежную карту платежной системы «Мир». Это были все новости на сегодня. В студии для вас работала Санна Библаев. Хорошего вечера. Не переключайте телеканал «Милет». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова